Батюшка 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 Да, у нас есть секции спортивные, борьба, айкидо. Прямо в храмовых ваших центрах там, да? Сейчас, здесь, на Воснецово, занимаются спортсмены. Спортсмены даже занимаются? Да, есть, есть, у нас много людей. Есть разные группы даже, дети, взрослые. Я с ними провожу беседы. А вот с нами, вот я вам сказала. Если я с ними нахожу время. Общий язык, да, и время. Для вас время будет найдено, да? Да, найдем, найдем. Надо только с вами договориться о встрече. Прийти нам группами или большой группой, дорогие телезрители, да? Как угодно. Обычно в воскресный день беседы проводятся. Но, если нужно будет, мы проводим и дополнительно. Другие дни, будни. Кроме того, у нас есть катехизаторские курсы. И вечером, с понедельника по четверг, люди приходят в 18 вечера. И там проводятся лекции для всех желающих. Я бы предложил обратить внимание сегодня на свои мысли любому человеку. От мыслей зависит очень многое. Иногда приходит мысль. Пойти в храм. Пойти в храм. И страх тут же появляется. Появляется. Куда ты пойдешь? Кто тебя встретит? Кому ты нужен? Кому нужен, да. Но кто встретит, как с тобой поговорят, отругают и прочее, прочее, прочее. Не пойду. Понятно. Страх уже не от Бога. Понятно. И есть какая-то сила, так мешает тебе. А если ты уже в храме, то, та же сила говорит, слушай, ты же знаешь, Бога есть любовь, Он всех прощает, все грешат, и Бог прощает, и ничего, согреши. Ну попробуй, ну раз, ну подумай, что ты что, первый, что ли, хоть покажешься, будешь в чем. Человек ходит, 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 думает, думает, думает. Ведь иногда, бывает, услышал что-то, увидел, и начинаю развивать тот или иной грех. Ну ладно, попробую. Совершил грех. Дальше через какое-то время приходит мысль, пойду покаюсь. Так неприятно. Любой совершенный грех приносит несчастье. Да человек сам мучается. Мучается. Сгорает внутри, сгорает. И вот я хочу, хочу пойти покаяться, хочу что-то. Но тут же другая мысль. Хочешь пойти покаяться? Хочешь пойти со своими грехами, пойти в храм? Там же святыня. Вы представляете, ты со своими грехами освернишь храм. Там одни святые. Куда ты пойдешь? Воздержись. Человек думает, слушайте, ну да, в принципе, истории много-много. Интересно, когда люди грешные пытались попасть в храм, их не пускали. По-разному, невидимая сила какая-то. Бывали случаи, да. Ну не пойду. Еще проходит время. Видишь? Никто тебе не звонил. Никто не интересуется, где ты чем занимаешься. Кому ты нужен. Опять. Кому ты нужен. Да. Забыли. Ой, действительно. Довести человека до отчаяния. Нечистая сила цель ставит. Дальше. Ага. Никто не спрашивает, никто никому действительно не нужен. Слушай, а зачем ты живешь на этом свете? Ты видишь, никому не нужен. Что ты здесь делаешь? Только мешаешь. Покончи с собой. Давай. Иди. Довести человека до суицида. И тогда получается, грех совершает человек сначала в уме. То, что я увидел, услышал, это не мой грех. А вот если я развиваю эти мысли, ведь иногда я представляю, подойду, что-то скажу, получаю вид, еще дальше скажу, еще дальше, дальше, дальше пройдет беседа, и я совершу грех в моем уме. Дальше я попробую совершить уже на самом деле. Один раз, второй раз совершаю, третий раз, один и тот же грех. Это уже страсть живет у меня в сердце. Это страшно. Итак, важно обратить внимание, какие мысли приходят, справа, слева, от Бога или нет. Мои поступки после этих мыслей сделают меня лучше или хуже. А они понравятся, угодны будут окружающим людям или нет, при мне с участием или несчастьем. Стану я чище, светлее, выше – нет. Тогда понятно, какая мысль от Бога и какую стоит отгонять. 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 Поэтому, братья и сестры, обращаем внимание на свои мысли, чтобы не допускать каких-то страшных поступков, грехов, и чтобы эти грехи не приводили к суициду. Я часто повторяю такую фразу, не знаю откуда, но кто мне ее прислал. Всех ты смогла победить. Победишь свое гневное сердце. Но этого не хватает. Да. Для того, чтобы победить свое гневное сердце, оно очень часто появляется, работа и все прочие проблемы, дела, фестивали, проекты, прожекты, телепередачи. Для этого надо только прийти в храм. Больше, мне кажется, никак себе не поможешь. Важно всегда. Крестивальство начинается тогда, когда человек начинает замечать свои грехи, как песок на берегу моря. То есть он сам видит, что он делает неправильно. Я вижу, кто я на самом деле. Да. Можно представить. Один человек загорает на берегу моря, другой тонет. Один и второй увидели бревно или щит какой-то. Да. Один скажет, ну что за грязь, ну что здесь плавает, ну все. А другой, доплыть, схватиться. Вот спаситель нужен, Бог нужен погибающему человеку. Погибающий начинает кричать, Господи, спаси меня, потому что я погибаю. Если человек начинает увидеть свои грехи, он увидел, он начинает работать над собой. Тут по этой причине с этого момента начинается христианство. То есть христианство начинается тогда, когда человек меняет свои мысли, свои поступки. Он живет в другой жизни. Вот это благо. Даже ставить себе оценку за прожитый день, ну невозможно. Это только с утра пятерку можно еще поставить, когда проснулся. А к вечеру все равно будет двойка. Вот. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем. А как это все нести одному человеку, его душе. Поэтому, дорогие телезрители, я думаю, что мы поблагодарим с вами сегодня нашего дорогого гостя, епископа Орского и Гайского, Иринея, за нашу такую приятную беседу для души, для сердца. И я думаю, что наши встречи будут не только у вас в храме. Я думаю, что многие присоединятся, и мы будем посещать храмовые беседы ваши, да? Обязательно договоримся с вами о встречах. Но и на телеканале «Евразия» у нас найдется время для того, чтобы посидеть и поговорить с вами и самим с собой, со своим сердцем и своей душой. Вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем нашу встречу с нашим батюшкой. Благодарим его сердечно. На душе стало легче, самочувствие изменилось, потому что чувствовалось совсем, вот не совсем хорошо, да, перед передачей. И вдруг постепенно, постепенно, постепенно начало что-то приходить. Я не знаю, как это назвать, но спасибо большое за это интервью, за эту встречу, нашего доброго, теплого, уютного камина на телеканале «Евразия». До встречи, дорогие друзья. С Богом, братья и сестры.